В музейно-выставочном комплексе открылась мастерская Деда Мороза. Жители городского округа Люберца могут окунуться в атмосферу волшебства и изготовить своими руками праздничные новогодние сувениры. Одними из первых в мастерскую посетили воспитанники первой гимназии и, конечно же, наша съемочная группа. Пока Дед Мороз и Снегурочка в пути, первые посетители мастерской не теряют время зря. Играют, веселятся и танцуют вместе с другими сказочными персонажами. Но главные новогодние волшебники не заставили себя долго ждать. Первым делом все вместе зажгли праздничные огни. Раз, два, три! Мастерская гори! С этой минуты мастерская Деда Мороза официально считается открытой. Сотрудники музейно-выставочного комплекса приложили много усилий, чтобы создать здесь волшебную новогоднюю атмосферу с яркими и необычными декорациями. Мне очень тут нравится. Я очень люблю такие новогодние места. Радость какой-то, веселье, что пришел Дед Мороз. Подарки будут раздавать. Тут классно. Это новогодняя мастерская, это все. Это красивая елка. Это все очень классно. Я бы хотела пожелать праздник всего хорошего, что только может быть на этой планете. И уже в полноценной праздничной обстановке юные гости приступили к изготовлению новогодних сувениров. С помощью бумаги, клея и ножниц они смастерили елочные игрушки. Кстати, какой подарок делать своими руками, посетители мастерской могут выбрать сами. Это могут быть и новогодние свечи. Это могут быть игрушки, удивительно красивые, из грунтованного текстиля. Это могут быть расписные новогодние игрушки, а также игрушки из глины, которые ребята или взрослые сделают сами. Мастерская Деда Мороза будет работать каждую субботу с 14.00, а в праздники с 3 по 7 января каждый день с 12 часов. Кроме того, посетители этой праздничной локации ждет виртуальная и театрализованная экскурсия. Участие во всех мероприятиях по предварительной записи. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. С удовольствием ждем у нас в музейно-выставочном комплексе. Делать замечательные поделки, мастерить разные игрушки. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ